Дворец спорта Динамо 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 И я думаю, что вовремя все это до нас в хушей доберется. Ну, так или иначе, понимаем мы, да, что это касается, наверное, не Волкова, это абсолютно точно Эрвена Капета касается, который, ну, уже, как Виталий пишет, подписал давно контракт с Моденой на очередные, там, два или три сезона. Ну, еще, наверное, ряд волейболистов клуба сменит. Кто-то, может быть, не на повышение, а потому что не подошел к сегодняшним командам, это тоже имеет право на жизнь, согласитесь. Так что и факел и зенит новая жизнь ждет. Но вот будет ли она Еврокубковая, это решит как раз поединок, который мы будем наблюдать. Ну, по составам вы поняли, что все лучшее на алтарь победы. Все очень будет серьезно. Но состав это одно, мотивация внутри, что ли, это абсолютно другое. Вот найти в себе силы бороться за то, что, в общем-то, и не надо, да, вот. Давайте уж своими именами называть тот же Эрвен Капет, провалив концовку матча. Ключевой момент пятого сета в поединке с кемеровским Кузбассом, который не останется в ЗИКе. Вот где для него найти мотивацию? Я понимаю людей, которые в российском чемпионате продолжат играть. Тут, в конце концов, и сборная у них, и Реноме серьезнейшее. Ну, и вообще просто люди у себя дома, в конце концов. Ну, я ничего против Эвен Капета ни в коем случае не имею. Так просто понимаю, вот какие там внутренние могут быть поводительные мотивы игрока. Другое дело, что, ну, не получился у него этот этап карьеры. Зенит выиграл много меньше, чем привык, много меньше, чем рассчитывал, именно когда привлек свой состав Фонгопета вместо Вильфреда Леона. Помним мы прекрасно, вместо кого Фонгопет приходил. Вот это все не срослось. У Казанцев, как бы не завершился сегодняшний матч, мы это понимаем. Вот так вот заканчивается, ну, по крайней мере, эта часть эпохи Владимира Олега в Казанском клубе. Утверждать, что он больше никогда не будет тренировать, ну, и это было бы слишком смело. Понимаем мы, что ближайшая его работа ждет летняя в Иране на Олимпийских играх. Он везет сборную этой стороны туда. Ну, наверное, и от этого зависит, в конце концов, какой будет вектор дальнейший у него. Так что много нас ждет перемен. Тут уж никуда от этого не денемся. За этим тоже будет интересно наблюдать. Где-то с грустью, где-то с ностальгией. Но, тем не менее, это движение в спорте, в волейболе, оно постоянно... Никто его не отменял, оно было, есть и будет. Сандр Волков заставляет Богдана ошибиться в доводке. Ну, и на разрыве блока Бардыш-Бедныш. Так довольно все простенько пока. Ну, а что тут сложного? Главное, решает подача в этом эпизоде. Остальное наигранное на тренировках многократно. Блокирующим очень трудно избивать. Сегодня я смотрю Сафонов опять с первых минут. Тут были матчи, когда, походу, его менял на Виталия Дикарева, Николаев. И уже определенно то, что способен дать Дикарев, это подача. Как минимум, при прочих равных. Я бы не сказал, что у Сафонова какая-то ошеломительная статистка на блоке. Чтобы вот этот выбор был однозначным. Но он более опытен. Более опытен. Здесь в финале шести. По составу многих команд мы понимаем, что это более востребуемо. И часто предпочтительно при прочих равных. Исключение разве что. Постоянный выход Антона Семышева вместо бельгийца Сэма Деру в столичном Динамо. Но мы посмотрим в решающих матчах, как это будет выглядеть. Тайм-аут Михаила Николаева здесь напрашивался. Один раз не приняли. Два раза попали под групповой блок. Значит, все идет не так, как планировалось. Зенит пока готов лучше. Но тут вообще у казанцев как-то в последнее время очень четко обозначилась вот эта неравновенность, что ли, следование даже не по турнирному пути, к чему мы там годами привыкли, а по отдельно взятому матчу. То есть тут все свои ключевые и важные поединки казанцы вроде бы очень здорово начинают. Потом как-то это все растворяется. Стройность куда-то исчезает. В приеме проблемы появляются. И, в общем-то, нельзя сказать, что это самое ожидаемое. Именно проблемы не просто там в доводке. Зенит никогда не делал на эту ставку, а именно в потерях, что ли, мяча, ну, хотя бы из-под своего контроля. То есть можно там не довести, но Будько должен иметь возможность пасовать. Вот сейчас она у него была, согласитесь, минимальной. Вот таких моментов Зенит слишком много, что ли, получил в последнее время. Это и не позволяет на одном дыхании, что ли, весь матч проводить. Но этот эпизод удалось выиграть и вновь за счет того, что хорошо отработал блок. Может быть, потому что факел, опять же, не лучшим образом своим шансом воспользовался. Пока как-то все замыслы Жуковского, такое ощущение, что заранее казанцам известны, настолько уверенно они групповой блок выстраивают. Интересно, прибыла такая внушительная группа болельщиков из Казани. Ну, внушительно относительно того, что их здесь вроде особо и не было замечено. Но можно было предположить, что именно к решающим событиям. Тем более, это так совсем уж хорошо прикладывается, что ли, к уикенду. Должны были приехать болельщики из Казани. И понятно, что кто-то планировал, приехал, но и вот в какой-то степени к разбитому корыту. Пятое место. Почетно, но не для «Зенита». Как вы понимаете, с другой стороны появится шанс сыграть в Кубке вызова. Появится шанс в перестроечный год. А он у казанцев обязательным образом будет. Тут уж никуда не денешься. Побольше тренировочной работе уделить времени. В Кубке вызова тоже есть поездки, тоже есть выезды. Ну, во-первых, там уж до полуфинала точно тренировочный режим этих матчей. Как бы там ни было пузыри, или это будут мини, либо опять же разъезды полноценные. Ну, вот поможет это новому тренерскому штабу «Зенита». Это, безусловно, плюс побороться за трофей, которого в клубном музее нет. Понятно, Лига чемпионов, понятно, многократные победы в ней. Ну, раз уж такая ситуация сложилась, с этой оказией тоже надо воспользоваться будет. Для этого надо побеждать сегодня. У факела вообще к Кубку вызова в последнее время несколько иное отношение. У рингойца его выигрывали. И даже как-то потом заявляться, когда такая возможность была, большого желания не выказывали именно в этот трофей. Ну, попробовала команду клубный чемпионат мира, попробовала Лигу чемпионов. Совсем другой качественный уровень, и понять это можно. В общем-то, интересно, как сейчас, когда команда ведь сильно, наверное, омолодится. Но можно предположить, с учетом того, что факел все-таки делает ставку на подготовку своей молодежи. Хотя даже затрудняюсь сказать по персоналям, чей приход тут ждется и планируется. Ну, все это, опять же, вопросы межсезонья. Вот важно ли для такой команды играть в Еврокубках? Ну, это резоны такие общего плана. Те, кто на площадке находятся, они, понятное дело, имеют конкретные локальные задачи. Им надо этот матч выигрывать, потому что смотреть в клубную стратегию игрокам, которые играют сейчас и здесь и сейчас, это уж точно не та история. Попал мяч в Артему Вольвичу в ногу. Ну, здесь Волков вроде бы приостановил Куцеляка и так, казалось сказать, заслужила шанс побороться за брейковый мяч с такой защитой, но чуть не повезло. Затрепетал мяч в руках у Волкова, мисту рук точнее, и потеряв всю скорость, упал аккурат за его спиной. Трудная зона для страховки. Даже если игрок там какой-то к этому и готов. Не проходит обманный удар у Гапета. Все низко, быстро, но часто у него такие вещи получали. Здесь, мы видим, не позволяет ему Максим Жигалов. Ошибается Жуковский. Так неплохо он расподавался, надо сказать, в матче против Динамо. А Факел так в своей, что ли, классической манере едва не высадил кого-то из фаворитов. Ну, то, что побеждает Факел любую команду, мы это знаем. Кстати, Диней тоже в последние годы от урингойцев нередко страдал. Но, в целом, преимущество в взаимоотношениях понятного Казанского клуба. Я думаю, сейчас в Суперлиге нет команд, которые могут похвастаться обратным, что ли. Слишком уж большой такой период активный доминирования был Казанского с Зенита. И здесь в один блок попадает. Ну, вообще, немножко, конечно, много передач, подведенных к блоку. Бытько надо бы здесь скорректировать свою работу, потому что и Михайлов вторую такую атаку сложно имеет. Первый раз он обманул, это было в самом начале. Но Ингопед даже мимо рук меня смахнуть не смог. Слишком наведенный-то, в общем-то, и некуда переводить. Пытался, мы видели, на повторе, Максим, как-то этого избежать. Ну, вот здесь поудобнее. Блок работает неплохо, все равно это смягчение. Другое дело, что отскок даже до такого скоростного Либера, как Шоджи, слишком замысловат. Шоджи тоже уже нашел следующее место работы. Покинет день, но факел, наверное, если брать легионеров, то не на позицию Либера. Тут уж слишком много надо закрывать. Столько лет, что ли, уренгойцы за счет своей молодежи не думали, как закрывать самую дефицитную позицию в волейболе. Здесь до игровщиков с приемом. И даже уход Егора Клюки никак, в общем-то, на это не повлиял. Но теперь и с этим придется столкнуться. И тут уж Либера в команде имеет, наверное, роскошь. Впрочем, давайте и тут подождем развитие событий. Пока 12-10, зенит впереди. И Александр Гусалюк Волкова на сей раз обыгрывает. И Александр Гусалюк Волкова на сей раз обыгрывает. Максим Михайлов прекрасно по линии подает. Но вот факел так сделал максимум, да, чтобы Босковская Динамо в этот матч попала. Но действительно, два сета выиграл. Заставил понервничать болельщиков к победе регулярного сезона. И даже интересно, в тот момент задумался, существует ли до сих пор опция участие в Кубке ЕКВ для команды, которая Кубок России выигрывает. Что-то как-то в последнее время об этом не говорят. Помним, мы когда-то Лига Чемпионов давала подобный трофей. Потом Европейская Федерация Волейбола сочли, что это чрезмерный, что ли, бонус. И девальвировать вот медали национального чемпионата таким образом не стоит. И уж тем более там чемпионский титул, может быть, для каких-то стран. И вот потом вроде Кубок ЕКВ. Но я, честно говоря, не помню, чтобы вот эта опция понадобилась. Потому что, ну, как правило, тот, кто Кубок России выиграл, в тройку попадал в нашем чемпионате. А тройка, в общем-то, это и есть путевка в Лигу Чемпионов. Вот не узнаем мы в этом сезоне. Ну, с точки зрения динамовских болельщиков, это, конечно, приятная новость. В противном случае, ну, этот матч вообще бы никакого смысла не имел. А Денис мог бы не попасть в Еврокубки, если эта опция до сих пор сохранилась. Ну, момент теоретический, но, согласитесь, любопытный. Обязательно бы это выяснили, если бы действительно такое состоялось. Гапет хорошо затянулся. Там, в общем-то, Сафонов так с вытянутыми руками. Не то не прыгал, не то поднимался на цыпочках, но надо было его перебивать, потому что просто даже с вытянутыми руками тут высокий блокирующий достаточно внушительно смотрится. Вот здесь, видите, там второй раз, ну, не успел все-таки подняться, мы видим. Ну, так со стороны казалось, что мяч там буквально облизал его ладони. То есть все было на пределе. Сжигалов на одном блоке. Тут ничего не может поделать Валентин Кроков. Были здесь на финале шести у Максима ошибки в подобных ситуациях. Замена. Сафонова меняет Дикарев именно на подачу, но, может быть, с опцией зайти и выступать дальше. Такое тоже исключать не будем. Счет сейчас такой, что каждый из игроков, ну, вот, по крайней мере, кто подает сейчас в ближайшие попытки, может дважды оказаться на подаче. Может быть, это в планах как раз факела именно так Дикарев использовать, чтобы он прошел переднюю линию и еще раз отподавал. Ну, соответственно, через пять расстановок. Пока ничего подача его не дала, хотя неплохо мяч летел. Такой скоростной планер отработал к концу сезона Дикарев. Вначале он больше запоминался такой силовой подачей, вот, в классическом, что ли, ее понимании. Ну, как видим, растет, работает, и эта подача Михаилу Николаеву нужна больше. Ну, а выход Андрей Срумачевского и Зенита. Это то, что делается по умолчанию в каждом сете. Чаще всего меняет он кого-то из центральных, в данном случае Артема Вольвича. И здесь ошибка. Ну, Дикарев-то по факту не ошибся. Там Зенит все сделал здорово. Сурмачевский откладывает свою помощь до следующего сета, как минимум. Был стык не закрыт плотно. Для Максима Михайлова и меньшего, что ли, расстояния достаточно, чтобы он забивал, потому что он еще и с высотой нужно это делает. Ну, а здесь мы видим еще один игрок, там вполне мог уместиться. 17-15, Зенит впереди. Богдан. Богдан. Здорово принял Гапет. И Волков получил возможность сыграть такую зону, достаточно быструю, низкую. Ему так лучше даже и скоростную. Здорово сработало и Бытько. Ну, не такое уж большое расстояние, но все-таки мы видим где-то с трех метров пришлось ему вбрасывать. Волков такие мячи любит. Богдан. Александр Сафонов возвращается, Алексей Сафонов возвращается все-таки к сетке. Ну, стало быть, этот вариант с Дикарева, с двойной, что ли, его подачи пока вот в проекте остался. Может, он, наверное, Николаев использовал. Такие замены делаются иногда. Но тут в большей части, наверное, и прямая замена. Возможно, если убедиться он, что неэффективен все-таки на блоке Сафонов. Прежде всего, там требуется от него помощь. Нападать у факела есть кому. И атаки центральных далеко не основной опцией, как правило, являются. Дмитрий Яковлев выходит на подачу. И Сергей Антипкин готовится. Судя по всему, после подачи Сжигалова он как раз выйдет на заднюю линию. Стало быть, сейчас расстановка без связующего факела. Ставка вот на эту подачу Сжигалова. Ну, достаточно такой скромный для него сдержанный вариант подачи. Не потерять. Ну, тут либо блокирующий должен выходить такой, что все ему на откуп. Либо... Ну, я уже не знаю, на что можно рассчитывать. Потому что, повторюсь, пасовать-то некому в этой простановке. И нежелательно, что ли, до доигровки доводить. Хотя, понятно, что роли распределены и в этом случае. Там на передней линии центральный пасует. Уж первого темпа в таких случаях не бывает. Ну, или кто-то из доигровщиков, кто на задней линии может передачу отдать. Плюс Либера задней линии. Вряд и есть всегда в таком случае. Но подавать все-таки надо чуть поагрессивнее. Просто подводить. Это, я говорю, полная ставка на блок. Ну, а сейчас сейс был и тайм-аут Михаила Николаева второй. Ну, так, его команда примерно на отставание от первого перерыва. И продержалась весь сет, даже чуть подобравший счете. Но сравнять пока так и не удается. Точнее, поддержать равенство. Беседа двух диагональных. Ну, действительно, кого слушать Максиму Жигалу, как не Романа Яковлеву. Одного из самых ярких игроков 90-х, 2000-х начала в этом амплуа. Бутко неплохо приостановил атаку блока. Пришлось менять направление. Передача последовала за голову. И там между рук мяч скользнул. Ну, что-то там углядел Владимир Олегович. Так, на всякий случай, явно не очень понимая. Надеюсь, все могло быть там касание сетки. Вот, я так понимаю, при вот этом вот... Ага, заступ при атаке игрока с задней линией. Ну, пусть так. Не всегда за ногами там внимательно следишь. В тренингском штабе, как правило, есть кому за этим понаблюдать. Но иногда ради паузы вот эти заступы при подаче, при атаке задней линии. Берутся ради смысловой паузы. Здесь близко, согласитесь. И, в общем-то, в какой-то степени могло показаться, что мог на линию наступить нападающим. Бедно же смягчили. Вроде бы здорово. Там Волков подтащил. Но вот касание сетки сделал эти подвиги на задней линии абсолютно бессмысленным. В данном случае 22-19. Как-то вроде и разрыв небольшой, но уж больно как-то спокойно, что ли. Движется партия вот примерно к такому и итоговому результату. В 2-3 очка в пользу «Зенита». Здесь ошибается ли касание у защитника. Так что, с одной стороны, может быть, мяч и ваут угодил. Но я на линейного смотрел. А ему спиной Мингапед этот эпизод. Мингапед, кто там в защите был, загораживал. А именно защитник мяча зацепил. Ну, разве что вот ошибками «Зенит» разожжет факел по-настоящему. Мингапед не здорово пока выглядит. По крайней мере, невынужденные ошибки за ним уже числятся. Переднажение и доказание. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ну что ж, позади пауза, есть еще тайм-аут у Зенита Казанского, это существенно, факел свои варианты уже исчерпал, но еще челленджи, все может быть, тут может и затянуться концовка, ну если вот только не Максим Михайлов, сегодня, когда только начинаются какие-то проблемы, Максиму отдают. Не всегда здесь в финале шести, в общем так было, будем откровенны, в первой игре слишком много набедной же было игры, потому что Михайлов безупречен был в атаке абсолютно, ну а здесь ошибка, которая, наверное, стоит вот этой погоне факелу, минус три, три это сетболы и придется какие-то сверхусилия предпринимать, чтобы спасать этот сет, а даже обратную двойну не делает Михаил Николаев. Ну у него по расстановке может быть еще рановато, как правило, когда связующий выходит с сеткой, она обратная двойная делается, но вот как раз Антипки нашибся. Тем не менее, Яковлев, было смягчение на месте и Михайлов, Ангапет. Там Яковлев руки спрятал и получилось, что он воспользовался Гапет, потому что стык исчез сразу у блока, и именно через этот мяч, закрыт он был плотно достаточно, и именно через это вот примерно пространство мяч и скользнул на сторону факела. 25-21, первый сет в пользу Зенита, ну и сделаем небольшую паузу, будем смотреть, как события пойдут дальше. Продолжение следует... 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 может быть сейчас прозвонил что ли эту ситуацию дмитрий яковлев и передать побольше в его зону будет лететь этот игрок который привык много атаковать быть постоянным движение в постоянно таков драйве и вот это преимущество сделал в подаче 7 3 сейчас счет если или чё-то на табло гопит хорошая атака в разрыв 7 4 мы посмотрим вот факел как-то так академично что ли вёл погоню даже сложные мячи выигрывая сдержанно что ли к этому всему относился вот как у зенита пойдет с этим гопит вот тройной блок надежно и интересно что он ожидал узнать когда атакует так под себя по ходу в центр через центрального странно немножко так в сердцах ударил по сетке и сейчас получает замечание от евгения макшанова извиняется но тут досада скорее всего на решение на не исполнение потому что повторюсь по ситуации как-то там пролезть рассчитывать не получалось уверенной ситуации с переносом рук там так блок не обыграешь а вот по линии классным ударом можно 8 5 другое дело что это съем был да тогда у гопета была возможность выиграть брейковое очко и сделать более плотным счет будь по рядом совсем но все-таки так читался аут и у игрока факела было время что ли проанализировать этот эпизод не так уж сильно подачи летела и 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 оставался но получилось что в концовке матч 3 мяча он играл подряд вот первый такой пижонский этот полукрюк на одном блоке когда проще можно было выигрывать но тот хоть мяч он выиграл а потом дважды проиграл и оба разные на по решению опять же проиграл какие такие авантюрные совсем варианты выбирал несоразмерно моменту который вот тогда был в равной концовке в помним как зенита расстроен там слезу даже пустил и александр будько ну действительно безумно обидно так проигрывать получается указаться в 3 матча подряд в решающий сет они проигрывали даже 4 если оба полуфинала лиги чемпионов считать ведь во втором матче решающий сет был золотой не тот который по пятый был мат просто в игре ну не то что подряд там были игры с енисеем вы понимаете о чем я говорю вот матчи на жизнь и смерть и все до пятого сета доведенные всех проигрывают вот такие опытные вроде бы бойцы это симптоматично достаточно вау шапит на об этом даже говорить не приходится как ошибается жигалов вот от него наверное нападать все-таки побольше можно ждать не всегда только силовой он умело маневрирует и может укороченную классную подавать и обычный что ли его норматив по набору очков чуть выше чем получается вот на исходе этого сезона касание сетки или коснулся мяч все-таки по границу коснулся мяч немножко запоздал гопит глубоко сидел он дождал касание блока и какого-то дальнего подбора а вот это обману даром совсем другого толка и перестроиться ведь мяч лети стремительно такой силовой что ли обман удар можно и так назвать очень сложно 12 8 вновь вернулся на подачу волков за время его отсутствие на ней но ничего не изменилось все те же плюс 4 который он своей подачей заработал то есть на этом багаже его команда очень очень неплохо двигалась вперед остается волков на подачи сейчас мы здесь другой доигровщик отличился денис богин смог тройной блок обыграть вот так даже пришлось простую гопету ну техничный парень не является это совсем чем-то сложным для любого волейболиста тут скорее сориентироваться надо и ошибку не допустить ничего это зенита не дало кроме возможности находчивостью для педа дал осветиться прежде всего выгодится но с этой передачи не просто хотя пенош наверно неплохой вариант выбрал и исполнил его хорошо другое дело что высоты там большой не было рискованно было в удар вкладываться по-настоящему можно было ошибку допустить все боится на сей раз волков на укороченной подачи но опять подрос и заметно подрос счет в пользу его команды 14 9 но все очень похоже на то что вы матчи зенита видим последнее время просто с удивительным постоянством хороший старт превращается последующие проблемы но иногда и второй сет удавалось выиграть ну чаще соперники догоняли моментально сегодня правда как-то посложнее что ли требовать вот этой максимальной концентрации при всех ставках ну кто-то скажет все-таки пятое место еврокубковое тут действительно добиться все-то но так но куча ведь примеров можно привести куда более весомых вот например на чемпионатах европы частенько мать за третье место абсолютно не получается 3-0 пользу одной командой сборная россии это проходило когда нацелена ток и на золото команды недавно его выигрывали в другом турнире находить мотивацию в борьбе за третье место сложно это лучше для команд которые никогда не добивались таких высот и мать за третье место впервые попадают тогда да там уже идет на подвиг что ли команда здесь участникам финала 6 трудно это применить вообще то есть пятое место не для кого подвигом определенно не является и последний сезон 2 все участники этого финала на более высоких позициях бывали оси все бедность перед таймаутом подачи его была хороша и волков ты не справился то было абсолютно объективная ситуация мощно с подкруткой подкрутка в сторону аута что ли всегда трудно разворачивать обратно и справился и волков с этой задачей михайлов на одном блоке от блока в аут уверена ну что адрес ромачевский выходит по шипсу первой партии но сейчас уже нельзя этого допускать хотя бы один брэйк зениту нужно чтобы продолжать погоню неплохо но в шот же это почти бесполезно что ли в переводе на очень понятный язык солнце конечно тоже ошибается в ней не на такой силы подачи абсолютно так что в этом эпизоде факел имел все возможности атаковать он и атаковал и в общем-то давление оказывал михайлов прошивает двойной блок но все это пока только съем у зенита брэйков хачков вот кроме как с подачи забывать не удавалось михайлов 57 процентов первой партии столько же он для пета для пета правда вот эти две ошибки есть бедность поменьше сегодня атакует это помогает и в эффективности что ли быть лучше волков гадал волков александр гадал разбросил руки и в одной из этих рук угодил дмитрий волков иногда прибегают к этому приему игроки то есть вот оба перевода он контролирует но малой площадью блока редко и кто по ходу бьет когда против одного блокирующего выходит атака задней линии вот в рамках комбинации из-под первого темпа она всегда на одном блоке если этот блок вообще успевает редко-редко когда второй блокирующий может прийти но это значит как минимум что комбинации не срослась и кого-то не удивило так что в этом есть элемент логики вот в этом разбросе рук но он сразу же предопределяет и процент везения обязательный для того чтобы такие мячи выигрывать хороша подача нгп это простая атака должна быть у зенит и опять близких сетки немножко передача но на сей раз не так экстремально у михайлова была возможность решение свое искать а как от рук ваут акцентированно так исполнил ну здорово 17 16 вновь гаппет это аут вот так в последних расстановках по одному очку зенит цепляют и потихоньку-потихоньку приближается к сопернику в принципе один брейк один съем вот такая схема равного счета для казанцев съем пришлось в качестве наблюдателей провести потому что ошибся александр гуцалюк мы теперь волков не так не обманешь тут же голов с одной стороны прав что накатывал именно туда там центральный все-таки в защите но высоковато вот так задрал траекторию волков было время не только подойти но и доводку хорошую сделать но потом уже дальше все штатно быстро за голову михайлов сравнивает счет 18 18 его номер дважды на табло бед наш и там и там смягчение и у но и другой команды и хорошая здесь бы поднял гаппет но волков пытался все перекрыть но повыше до возможности большие пусть кто-то пониже ростом может быть и добрался бы гаппет до этого мяча вольвич так с вытянутой рукой шел и ровно в эту руку мяч и получил такое ощущение что даже движение это минимальное делал просто вот естественно полете встретились его рука и мяч но мягко все-таки пальцами обработал за блок меня скатился 19 19 и михайлов на подачи хороший шанс у казанцев все-таки постараться вырвать эту концовку именно сейчас на сильнейшей подачи нет не работает волков дмитрий пробивает двойной блок 20 19 и 2 там же подает самая эффективная расстановка факела в этом сети оба раза были брейки неплохо и сейчас чуть сетка то смягчила силу это подачи вновь не забивает бедныш и получает факел то самое преимущество иском эту подачи волкова немало этого поспособствовало все таки атака беда за было организовано блоки именно поэтому ничего он не смог и с ним поделать тайп-аут владимира олег на ну что что осталось судя по всему александру будько но действительно много мячей у сетки близковато я устаю с нашей позиции не могу твердо вот это оценивать все-таки под углом расположена наверное есть это вот не зря одиночный блоков дважды факел выиграл нельзя михайлову там пусть красиво обман на удар но пришлось его делать наверно что-то не так и для бедно же еще один из волкова ну сделал эту партию а пока еще не выиграл ее факел но если это произойдет тут взнос подачи волкова колоссальный просто челлендж берет олег но так без интереса в глазах а малейшего понятно что это пауза заступ при подаче но тут чуть ближе что ли попадание в площадку но более ягод было но тут чуть-чуть все-таки не доступил волка все было по правилам 22 19 да перед хороший период такой не очевидно знаете вроде бы но не играет очень высокие мячи поэтому то что он успевает на низких мячах делать переводы это как минимум не должно удивлять это его конек в конце концов вот это разнообразие и изобретательность данном случае блок еще и обыграл так без вопросов бедность волкова но тут блок сработал здорово разочек то мяч провалился похожий сейчас чуть отведенного на сетки посложнее богдану попадать даже в стык под руки поэтому перевод в линию не сработал дикарев вместо сафона вот это та самая замена в прямую по позиции не только для подачи вот рано или поздно наверно она должна была состояться виталий дикарев интересно молодой центральный ошибается бедность двадцать три двадцать один но сегодня челленджи немного пока согласитесь и наверное не должно быть потому что часто эти сомнения появляется еще из колоссального нежелание уступать даже мелочах не признание собственных ошибок возможных это ни в коем случае не упрек но это нормально да сегодня чуть проще к этому отношения так нету связующего сейчас у факела именно это учил михайлов так высоко перебрасываем во вторую зону откуда всяко труднее начинать атаку и факел то не здорово разобрался с этим совсем уж как-то примитивно подбросили накатили спокойно подобрал тот же михайлов и отыграл важное очко в данном случае яковлев просто на блок менял связующего это даже не начало двойной замены есть подбору зенита выбор ингопета этот справляется вроде бы казалось бы передачи на михайлову напрашивается но ингопет молодцов там и стык нашел и опять же быстро очень сбил потому что слетал уже где-то подлетал можно так сказать дикарев был близок тому чтобы успеть на блоке там берет николаев а дикарев отправляется до разминаться активно перемещается в лагере надо вернуться быть в тонусе уже совсем другом сейчас правда расстановки те когда его на площадке нет у салют на передней линии именно он там успевал закрывать стык в предыдущем эпизоде а не дикарев 23 23 как-то просел приема факела несколько недоведенных мячей под заднюю линию и посложнее нападающим здесь молодцом жигалов потому что ну какой-то высоте трудно было найти преимущество но молодец со стык нашел именно вот опять же максимально высоту постаравшись использовать несмотря на то что задней линии атаковал это им очень здорово помогло показаться в не лучше в приеме и очередная ошибка бедно же становится роковой в этом сете 23 25 и 11 1 1 1 1 1 Продолжение следует... 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 хорошее подключение богдану попадает он аккурат гапета это конечно умение выбрать позицию другое дело что такая защита не позволила удобную атаку сделать михайлов даже по силе удара понимал что вряд ли ему от блока уйти средней силы удар не знаю что правда с такого тоже особо много не пострахуешь но именно что уверенности большой в этом ударе не хватало отсутствие такого явного что ли планы как можно выглядеть этот мяч просматривалась в вечно чистой сетки берет на себя жуковский но может быть он должен так выходить далеко помогать с учетом того что все-таки у сафонова тут много целей как от центрального блокирующего с другой стороны его непосредственно из-за ве пошел нельзя сказать что совсем там к боковой линии где-то посредине зоны между вторыми третьими номерами было сыграно и тут наверное центральный тоже должен за своим все-таки более внимательно следить волков на тройном блоке и вновь его подачи тут хорошо михайлов такое ощущение что голубев просто не успевал к этой подачи не успевал подставить руки и аккуратно в руки максима оказались уже он то всегда на всякий случай где-то поблизости интересно получилось ну и классная атака из этого выросла все того же максима михайлов то есть вот такое качество сделал что и спокойно успел на достаточно скоростной мяч а здесь сафонов отметим что он остался в стартовом составе факела и на этот сет то есть выхода дикарева буквально там на одну расстановку такой большой что ли истории не получил смысловой случись ему выйти еще раз все таки там как знать здесь что здесь игра на стороне соперника у будько евгений макшанов 1 эфире фиксирует при полном недоумении связующего но тут и опять же уже указанном за этого причине не буду судить а вот повтор где вы можете свое мнение составить камера всего немножко под углом она по полной что ли объективности вы по этому моменту наверное не дает это вообще какие-то субъективные вещи да игра на сужой стороне зачастую там этот сантиметр 2 богдан заделали блок арбитры этого не видели значит будет челлендж но было касание сетки у богдана показывает александр ревцов он сегодня второй рефери а вот с этим богдан уже не спорит вот здесь протащил и видимо тут место еще в воздухе а там даже локтем или рукой трос честно говоря вот с этого плана не очень было видно ну было наверняка это касание в гопе это это вот та передача которая нужна такая али от одети сейчас в исполнении будько сборной франции именно так и играет тех расстановка когда гопет на передней линии быстро широко и без высоты может быть особой но зато вот ошибается жуковский 76 но сейчас такая равная ситуация не дается ни одной из команд какие-то аргументы предъявить вот которые могли бы разницу делать и подачи пока справляются и те и другие блок наверно ну не такой как был у зенита в начале первой партии куда там попал волков не в сетку ли другой волков александр который блокирует я не понял то ли через сетку в лоб не попало то ли напрямую но то что в лоб попало это правда давайте мы взглянем ну наверно было касание все-таки головы так что все правильно и здесь 7 7 михайлов уж на такой паузе на таком показе покрался как-то блокирующих запутать но мяч летел целую вечности в общем то никто не дергался но все эти показы спокойно отработали свой т блокирующий даже этого обманного удара дождались без какого-либо труда факел впереди восемь-семь здесь было касание блока александр нет это максим михайлов да четко абсолютное касание причем именно примерно то что михайлов и планировал это было видно вот четко уже галов пытался ингапета изобразить скорее наверное тоже от безысходности из-за передачи но во-первых он левша тут совсем другой подход вот как-то так волчком покрутился совсем не стоит точки оказался где хотел бы от быть но тут надо и за передачи следить в том числе другое дело что леворукому игроку вот со спины чуть справа сбрасывать мячи как он их должен обрабатывать интересно так и совсем к этому эпизоду вернувшись с пристрастием понимаешь что сама идея какая-то сложноватая была специально украшившая при этом едва не заступила может быть даже и заступил в эту сам понимаете вторично волков заставляет уж побегать как минимум несколько игроков факела своей подачи и быстрый мяч для федора воронкова он ты на высоких себя прекрасно чувствует но скорость как мы видим тоже ему не чуждо это позволяет по крайней мере в линию сбивать мы видим сколько приходится от линии оставлять джигалу он понимает что он один он берет ход сразу а это еще раз волков на сей раз чистый эйс 12 9 тайм-аут приходится брать михаилу николаеву а а а а и а что-то все онлайны которые статистикой связаны только счет меняют вы никаких цифр других не могу привести в том числе и по набору очков вот все цифры от первого сета по крайней мере у меня отражаются так что давайте своими впечатлениями руководствоваться вот он продолжает подавать и после тайм-аута здесь блок в помощь но александров серию выдает как лучшие свои годы ошибается в итоге но продвинулась его команда в лидеры в этом сети и с таким неплохим запасом достаточно жигалов но уж высотой-то вольвича сильно не перебьешь уже на 100 максим прыгнуть да и быстро вот когда есть у артема время прийти а сейчас она и беда что было мы видим на какой высоте может быть его блок 14 10 михайлов это еще не все нет все таки через площадку мяч летел по моему уже после передачи жуковского вот первое касание по правилам столик да нет может быть и здесь нет здесь наверно нормально вот возвращал скорее всего даже через проекцию антенны это тоже out так вот тот план который мы видели подробности нам таких все-таки не оставил богом вроде хорошее подключение между блокирующими атака прошла но защита сработала а при атаке максима михайлов касание сетки у волкова 16 10 по сегодня два волковых я думаю вот прекрасно узнаваемые великолепные мастера игроки национальной команды александр ты и вовсе олимпийский чемпион так что там лишний раз по имени называть их совсем не обязательно михайлов как-то оттолкнулся то в придирочку уж так и подачи у него пол придирочку и прошла нет что-то вот с этой стороны у дмитрия волкова не очень подача получается и в первом сете не все было гладко но и сейчас мы увидим большого но тут наверное степени риска должна быть повыше потому что как-то же надо нагонять всем уверены но нужны какие-то моменты посильнее да сейчас факел и вот подача виталий дикарева на фоне подачи с афонова такой вновь видится михаилу николаеву другой дел сути крив чтобы остаться на подольше именно с подачи похожий должен убедить своего главного тренера о своих большой полезности справляется голубев и классно здесь федор воротков разбирается для пайпа это конечно низковато было сейчас они с будько там руками чертят буквально на площадке как это должно было бы быть но при выиграли очко это главное можно это делать уже и без каких-то повышенных эмоций хотя он продолжается всем будько 40 об этот эпизод разбирать тем временем мадрид сурмачевский на подачу у зенита опять ничего у него не получается сетка так первым смягчающим фактором стала вторым идеальная доводка волкова естественно уже по той подачи что ему досталось ну а дальше все уже проще все уже наиграно все доведенное до автоматизма мы видели ошибается голубев повезло что жигалов в нужном месте стоял я бы не сказал что он страховал в этой зоне он просто стоял мяч отскочил его буквально в руки гапет вот какой-то нелепый розыгрыш так нелепо и заканчивается ошибается на передаче богдан до снизу в общем то наверное всегда чуть больше погрешность но не настолько же вот здесь осколк сжигалову просто вот он даже от сетки не оттянулся не досмотреть нет нет для нас времени подает уже будько делает это неплохо и очередной блок александра волкова богдан ничего не нашел на узком мяче как его войти интересный тоже отскок вот очень похоже на то что мы не досмотрели только в другую зону а вот там никого уже не было и еще раз александр нет и ему показалось что он успел правильно заблокировать нет это обозрение мяч под сеткой подскочил хотя сколько ответственность что только на повторе ты увидишь уверен арбитры так они же должны видеть они вдоль проекции сетки располагаются нет тут как-то уж совсем такой скопкинный получился так и зенита не доготовленный что ли нападающий не успел зато блокирующий вы успевать не надо факел разыграл мяч так что два игрока почти без перемещения на блоке очутились вот мы видим но михайлов дошел пол шага так это просто совсем все в этом сети для зенита такое что факел выходил задачи одну партию выиграть дикарев остается на передней линии получает очередной шанс закрепиться в составе но может быть один из тех игроков с кем ближайшее будущее факел это и связано и вновь первый темп исправлять что ли пришлось волкову почти вытянута рукой сбоку но как же технично александрова с этим вещами разбирается кусать снова на подачу вроде бы только что подавал и обеспечил преимущество зениту большая не проходит обман на ударе опять же факел ну не хватает чистоты вот потом уточнить решил что николаев где сейчас мяч упал может быть что-то подобное как сволковым хотел бы увидеть вот касание первое в защите там поднять успели мяч казанцы или нет но доводка 1 факел на чем бы хотел заострить на 4 метр куда-то простой мяч фрибол как его называют волейболе и сразу пропадает и возможно центральному пасовать так что у нас тут на этом вот кадре нет вот чего-то нет ну проверяют пакет было объявлено это вот успел ли игрок защите мяч поднять вот этот эпизод по моему все по правилам доволен этим гапец но в общем-то порадуемся и мы всегда хорошую защиту хочется поощрять уж нейтральному любому болельщику определённо да по укороченный от волкова вновь ничего не получается вот тут заслуга подающего и первый темп классно вот так одной рукой еще и высоту для партнера постарался набрать быть хо передачей я стал пробрасывают кистью здесь еще надо было высоту сохранить здорово все получилось 24 15 ошибка же головой все завершается в этом сайте 25 15 в третьей партии борьбы не получилось 21 в пользу казанского зенита один сет отделяет его от пятого места даже звучит как-то диковато ну что ж все равно цель 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 Продолжение следует... 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 успел отдать передачу будько казалось даже мяч на ту сторону сначала летит но нет все было нормально но там как не выкраивает у передачи блокирующих то никуда не денешь они уже собрались в том квадратном метре где все события могли происходить и естественно факел получилось смягчение нужно атаку ну и возможность выйти вперед что немаловажно 21 михайлов не попал но уверен что было касание блока поднимает даже со скамейки владимир олег а тот с определенного момента уже вот сидя руководит может быть нетипично но так отражает наверное настроение в котором зенит прибывает но михайлов поверил здесь касание не уверен я что было наш план выводит и на табло в зале так что так внимательно вроде смотрели но тут есть другая камера которая наверняка даст ответ судейской коллегии просмотровой что ли андрей зинович потом сергей головин вот вдвоем они должны принять решение касание не было вот и планчик появился необходимый но по нему действительно ничего не видно так что зенит один челлендж потерял но зато хорошую паузу обеспечил уже михайлов точно свою ошибку забыл перезагрузился сейчас важно еще из подачи сжигалова справится и не в прием выбит куда-то близко четвертой зоне атаки вновь федору вороткову надо изглачаться там было бы ничего просто другого будь кода него оставить не мог по такой доводке по федор молодцом в этот раз нашел выигрышный вариант 3 2 его команда пока проигрывает уронков ну вот еще и зрелищности нам немножко в атаку добавить тоже не помешает хороший такой быстрый хлесткий удар у вороткова с высоты с большой когда блок не касается смотрится ну просто великолепно не главное это волейболе естественно но почему бы нет ну и подачу михайлов отметим с нее началось все в прошлом эпизоде есть проблема факела и сейчас пытался волков продавить сложно это было сделать наверняка воротков на сей раз по рукам то попал абсолютно точно и казанцы уже выходят вперед на подачи максима михайлова тоже важный такой фактор достаточно а еще и попал площадку федор воротков а и сейчас здесь классно вот иногда такую игру видишь игрока вышел на замену и всегда невольно почему же он не появился стартовом составе вопросы возникают ну да в общем то знаю уже что у него получается можно такие вопросы задавать другое дело что подавляющее большинство тренеров это в клубах в больше даже часть из всех сборных предпочитают играть наигранными составами даже если какой-то прошлый матч не получился мы шестерки и шестерка боевая поэтому изначально все-таки за результатом должна идти она но не всегда все складывается партнер спидаш последнее время но в каждом матче в общем то где-то рядом собственность замена играет какие-то отрезки получаются какие-то нет но его и меня это почти в каждой игре федор варков все-таки свой санс получает двойная у факела подачи михайлов бесконечный процесс для уренгойцы перерастает но и какие-то паузы какие-то ходы должен делать тренер сейчас яковлев антипкин на подачи на площадке на подачи то все тоже михайлов ошибается но вот эта пауза уже пригодилась высшие игроки мяча не коснулись а польза уже от этого есть волков может быть за это с этой стороны у него получше летит ну и действительно здорово здесь правда сгопет тоже на высоте обработал по крайней мере там идеально эту доводку не назовешь но она приемлемая для удобной передачи первый темп нет но вот удобно отдать в край в данном случае максим михайлов вполне себе было бы воронкова стабильная подачи хорошая она у него есть и силовая даже этот накат выиграл это скорее выигрыш замысла чем сложностью да тут знают умеет силовую федор подавать вот ему этот баланс еще предстоит найти очень трудно это сделать когда ты не играешь естественно и редко выходе с площадки или во второстепенных матчах то что это ему по силам ну сомнений нет никаких у парня есть все до этого так что пожелаем совершенствование и в следующем сезоне все-таки постараться но что силовой нет вновь накат но второй раз элемент неожиданности уже пропадает так что богдан успевает и в прием и потом еще и в атаку где тоже пожалуйста надо было успевать по передаче но сделал все четко гопит левой рукой с показом сильной атаки мимо блока аккуратно мяч скатывает исполнил безупречно вообще если игрок в руки такие вещи вполне себе разумны дать ничего немножко за блок пролететь потом вот в этот коридор аккуратненько скатить но вот такие что ли однозначно амбидектора что ли в волейболе ты не особо и найдешь просто необходимости того нет но ведь такие существуют вот многопед пожалуй что ближе других а здесь уже и правая рука на месте видит он разрыв успевает туда 5 столкнуть большего и не надо 10-5 капец переключился видовой режим последний мячи выигрывает еще и красиво вот по этому счету наверно такие вещи допустимы абсолютно тем более когда так исполняются успел заблок с гусалюк мяч обработать как-то волков без страховки оказался один на блоке и где же помощь пять защитников и даже близко никто не дернулся волков хороший мать сегодня александр жалко вот цифрами подтвердить не получается но и без того мы помним мейцы мы помним блоки результативные в атаке хорош бог да не просто ему было там в общем-то достаточно было времени сделать все правильно у блокирующих ведь и стык хорошо закрыт вот руки чуть широковато были разброшены у волкова во время этого переноса что ли на сторону соперника этим-то богдан и воспользовался можно вроде было поднять но по-моему у волкова было третье уже касание ему надо было стараться перебрасывать именно поэтому не получилось будь задача просто подбить вверх но может быть и успел бы а здесь два касания до болты гопе это заставляет богдана ошибаться в приеме 13 7 но раскрепостился француз и вот сейчас сын эту игру показывает который хотелось бы почаще от него видеть ну знаем и все его истории с дисциплиной в том числе может быть это его то не мешало так постоянно себя проявлять именно вот легкости вот это не было сейчас ситуация и счет все позволяет это делать мгапета просто искрита вся сыгра 14-7 но майку его точно в баске во дворце спорта санкт-петербург в казани не повесит хотя в общем-то мы знаем что самые яркие легионеры зенита этой чести удостаивались не только легионеры естественно но я к тому что это уж точно не препятствие ну что у него с подачей после тайм-аута да нормально все что же выбивает вверх ошибается вроде яковлев куда-то далеко мяч вау посылает но федор воротков в этот момент сетки коснулся на серость дикарев гуцелюка меняет все даже схема сначала на подачу потом посмотрим ну может быть ему сей смысл силовую вспомнить хорош конечно не вот это вот планер скоростной но принимает же его зенит нельзя сказать что тру элементарно просто но постоянно хотя и подачи смотрится воронков грамотно сейчас волков тогда с михайлов разобрался вроде бы показался на блоке потом резко снес вход руки умеет этот дмитрий делать михайлов может чуть узковато было чтобы линию играть поэтому перевод в ход такой акцентированный он и предпочел а там уже руки волкова постраховали зените хорошо так вот тут двойная замена такую на постоянную величину по моему перешла в игре факела вот сейчас расстановка когда антипкин подает раньше все таки это бы на доверили же галову я думаю в обычной ситуации так что обратный двойной мы не видим не получается подачу михайлов в такой режим до игровки что ли этот матч перешел и последний кто может что-то изменить это вот дмитрий волков который сейчас на подачу переходит только его какая-то серия может всколыхнуть процесс этот и как-то сделать его более что ли интенсивным и это происходит ну по крайней мере в одном розыгрыше еще далековато это отставание но все-таки это очков с подачи олег это понимает опасность этого прекрасно волкова зная в том числе берет тот же перерыв ну то и мало такого тактического все-таки больше свойства необходимо тренерское вмешательство здесь было именно в происходящее в игре команды в оценке Будь кое нет, Богдан внимателен. Воронков пытался высоту найти, но узкий очень мяч. Там просто обыгрывать было некуда. Но эта высота позволила мяч в игре сохранить. А сейчас? А сейчас выиграть? 17-11. Ну и Волкова. Вы забыли мы уже на ветвь такой длинного розыгрыша, что он на подаче-то оставался в этой расстановке. Заодно его с подачи Федор Воронков снимает. Ну классно, он вошел в игру, согласитесь. Так что все вопросы, которые в таких случаях возникают, тут очень даже уместными выглядят. Хороша атака, но это всего лишь одно очко. Воронков не просто ему было с этой подачей справляться, поэтому Михайло столь же непростая ситуация в атаке была. Но опять же, очень умело он по рукам сыграл. 18-12. Зенита Сурмачевский. Но получается, с точки зрения поиграть сегодня не тот явный случай. Не получится кого-то выпустить. Надо доводить матч до победы. Так что только замена Воронкова серьезно на игру влияет. Но это замена такая, что ли, напрашивающаяся. Да, выходы Сурмачевского знакомы, но сегодня абсолютно бесполезны. Так как первый игровой день, он так классно в первом же сете вышел. Порой совпадал, но казалось, в этом зале просто освоился великолепно. И с тех пор, что-то я вот так это не помню. Особых плюсов от выходов Андрея Сурмачевского. Жигалов возвращается. Так что обратная двойная все-таки происходит. Так, да, получается полтора круга она где-то вот действовала. Но и в той расстановке, где обычная обратная происходит, и делает ее Михаил Николаев. С одной стороны более штатно, с другой стороны, ну, вот в какой-то период понаблюдал. Вот пошли фокусы Нгапета, которые проходят далеко не всегда. Ну, вот одно дело равной концовке пятого сета, другое дело сейчас не так. В общем-то и обсуждать это особо не охота. Понимаю, что сейчас творческое начало преобладает у француза. Александр Бытьков более разумный вариант выбирает. Максиму Михайлову, но он еще и самый надежный в команде. 19-14. Двойная замена завершена у факела. Теперь и Тимофей Жуковский вернулся на площадку. Не дают выиграть Нгапету. Так с улыбкой широко он играет. Вот даже любую защиту соперника так радостно, что ли, встречает. Но в данном случае, если это не зря, его команда очко набирает. 20-14. Дикарю пришлось приучаствовать в приеме. Понятно, что у факела была сложность из-за страховки. Зенит чуть там не запутался в простом мяче. Но все-таки передачу изловчился Бытьков сделать. Ну а Михайлов тоже, можно сказать, изловчился. Потому что атака у него была непростая. А даже не Бытьков делал передачу, а Либера. Но не будет борьбы в этой партии. Теперь уже это окончательно ясно. 21-14. Конечно, факел доработает добросовестно. Максимально, насколько это возможно. Но отыграть столько вот... С учетом того, что еще и прошлый сет 25-15 команда проиграла. Это вряд ли реально. Трудно вообще выделять кого-то в такой игре у проигравшей команды. Уж точно не Бог, да, наверное, сегодня героин. Ну, пожалуй, что тот же Дмитрий Яковлев. Дмитрий Волков. Естественно, хотя бы вот влиял на один сет. Очень здорово. Здесь касание сетки у Зенита. Поднимает руку Александр Волков. Это у него 22-16. В общем, он совсем в другом конце сетки был от событий. Какое-то нелепое вообще нарушение. Но бывает. Воронков. Нет, тут высоты не хватило уже ему. А Волков выигрывает брейковый мяч еще до своей команды. Делает и счет поприличнее. Ну и борьба продолжается. Это главное. 17-22. Да и Дикрюк будет стараться подавать столь же сложно. Не всегда можно уверенно такие мячи доводить. А здесь еще вот эта агрессивная траектория. Точнее, вот стремление к полному ее отсутствию. Ведь мяч практически параллельно покрытию летит. Вот это сработало сейчас за Дикарева. Такой рикошет затейливый. Но в пользу подающего. 22-18. И второй раз Олег наберет перерыв под хорошую подачу соперника. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, диспозиция та же. Дикарев на подаче и будет стараться максимально с ней рисковать. В Ливерну неплохо сейчас Голубев справился. Воронков. Эх, так за блок-то близко вроде отскочило. Но слишком близко получается так. Блок погасил почти всю скорость мяча. При этом сильно не подняв траекторию. Между рук мяч был ужигал. И именно поэтому это произошло. Причем касание было одновременно обеих ладоней. Могдан. Еще одно запоминающееся действие. Еще одно очко в копилку команды. 19-23. Так пытается все-таки Волков вдохновить на подвиг партнеров. Там его блок расставляет у сетки. И сжигалову так выразить на кулаком. Потряс. Ну, в поддерживающем смысле, естественно. Нет, но сегодня подача сжигалова не является каким-то фактором ключевым. Хотя частенько вроде раньше так бывало. Михайлов. И именно он ставит точку для «Зенита» в этом матче. В этом сезоне. Ну и, наверное, в этом составе. Ждут команды перемены. Ждет новый тренер. Ждет новый турнир. Кубок вызова. И именно туда «Зенит» завоевал путевку, выиграв мяч за пятое место. Ну, все это будет уже в следующем сезоне. А мы на этом нашу трансляцию заканчиваем. С вами был Владимир Стецко. Всего доброго. Продолжение следует. Дорогие господа, торжественное третье первого клуба финального матча. 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 Дорогие господа, торжественное третье первого клуба финального матча.